На Чернобыльской атомной электростанции начаты работы по выгрузке поврежденного отработанного ядерного топлива из бассейнов выдержки 1 и 2 блока. 14 апреля госинспекция атоморегулирования выдала разрешение на выгрузку поврежденного отработанного ядерного топлива из 1 и 2 блока в Чернобыльской АЭС. Поврежденное отработанное ядерное топливо находится на хранении в спецпеналах в бассейнах выдержки. Для начала работ по обращению с поврежденным отработанным ядерным топливом специалисты Чернобыльской АЭС разработали проект, в рамках которого было заказано и изготовлено следующее оборудование. Стапель для выгрузки, унифицированные спецпеналы, так называемые корзины для размещения спецпенала с поврежденным отработанным ядерным топливом, адаптеры и приспособления. 15 апреля в рамках выданного разрешения специалистами ГСП и ЧАЭС начаты ядерно-опасные работы по выгрузке поврежденного отработанного ядерного топлива на втором блоке ЧАЭС. С 15 числа первая корзина для размещения спецпеналов была загружена и подготовлена к отправке. Сам процесс происходит следующим образом. Спецпеналы с поврежденным отработанным ядерным топливом выгружаются из бассейной выдержки. Затем загружаются в унифицированные спецпеналы корзины, после чего корзины со спецпеналами в соответствии с технологическим процессом перемещаются вагоном-контейнером в хранилище отработанного ядерного топлива мокрого типа на хранение. На первой выгрузке непосредственно в центральном зале второго блока находились и наблюдали за процессом директор технический Андрей Билок, заместитель директора технического по эксплуатации Владимир Песков, начальник цеха эксплуатации главного корпуса и вспомогательных сооружений Александр Титарчук, начальник цеха по обращению с отработанным ядерным топливом Виталий Синьков и цеховые начальники смен. После окончания работ по освобождению второго блока от поврежденного отработанного ядерного топлива аналогичные работы начнутся на блоке номер один. Планируем за неделю-две закончиться вторым блоком, потом после этого всю оснастку, все оборудование нужно будет переместить на блок номер один, провести там испытания и начать освобождение блока номер один от ПАЭТ. Следующим шагом после завершения работ и операций по освобождению блока от поврежденного отработанного ядерного топлива будет принятие эксплуатирующей организации, то есть ГСПЧС, решение о потере этим блоком статуса ядерной установки и признание их объектами, предназначенными для обращения с радиоактивными отходами. А это, в свою очередь, приведет к активизации работ по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.